Предпосылкой к обсуждению безопасности детей в дошкольных учреждениях послужил трагический случай, который произошел 23 марта в детском саду Машенька. В этот день пятилетний ребенок взял в рот популярную у детей игрушку – шарик-попрыгун. Вынуть посторонний предмет самостоятельно мальчик не смог. В какой-то момент она обратила внимание, что ребенок Кривцов Андрей хрипит. Она тут же подбежала к нему и спросила, ты что-то проглотил? Он кимнул головой. Она схватила ребенка на руки, вынесла его из групповой комнаты в раздевалку и позвала на помощь воспитателя группы, находящейся напротив. Вытащить шарик изо рта не удалось. Скорая и реанимация помочь ребенку уже не могли. Роковая случайность закончилась гибелью мальчика. Чем это обернется для специалистов детского сада, станет ясно, когда свою работу закончит Следственный комитет. Глава города Александр Хлеманков отметил, что главная задача нынешнего совещания сделать так, чтобы подобные случаи не происходили в дальнейшем. То есть это обучение воспитателей и организация медицинского обслуживания детей на все время работы детского сада. Будет решаться вопрос о том, чтобы медработник в саду оставался до того момента, когда уходит последний ребенок. Помимо этого, Управление образования приняло решение, чтобы инструктор-методист от каждого детского сада проходил обучение, оказание первой помощи. На это будут выделены отдельные деньги. Кроме безопасности, на совещании обсудили не менее важный вопрос – организацию детского питания в садах. По поручению главы города, контрольно-счетная палата городского совета провела проверку закупок продуктов питания в 2014 году. Выявились очень интересные факты, что районные образования в разных районах города закупали одни и те же продукты у одних и тех же поставщиков за совершенно разные цены. Разница составляет несколько десятков рублей. Куда пошла эта разница, будут выяснять соответствующие органы. На совещании прокурор Брянска Александр Седнев сообщил о решении провести в ближайшее время проверку организации и качества питания во всех детских садах города Брянска, в том числе и для выявления коррупционной составляющей.